Температура воздуха плюс 32, температура дорожного полотна плюс 42. Аномально жаркие для Бреста погодные условия ставят участников дорожного движения в не самые комфортные условия. Если поездку все же отменить нельзя, а в машине нет кондиционера, водители и пассажиры должны предусмотреть частые остановки, а с собой взять как можно больше воды. Длительное перемещение влияет, но на короткие дистанции 30 километров еще можно проехать, а далеко бы я не согласился ехать, конечно. Мы открываемся по пути водой холодной как можно, коваемся от солнца, прикрываемся, как ни пекло в голову. Кондиционер включаем, сразу когда открываем дверь в машине, чтобы проветрилось, а потом сажусь и включаю кондиционер. Для того, чтобы помочь туристам пережить жару, на центральной магистрали вышли сотрудники госавтоинспекции, представители городской организации Красного Креста. На выезде из города они останавливали автомобили, раздавали памятки о том, что нужно знать, отправляясь в путешествие и как помочь себе в случае, если перегрев организма наступил в пути. Конечно, отдельную благодарность высказывали водители авторам акции за питьевую воду. Только в рамках одного выезда волонтеры раздали более 40 литров. У Белорусского общества Красного Креста создан и функционирует отряд быстрого реагирования, который проводит эти акции. Ну а мы городская организация совместно с волонтерами с этим отрядом проводим акцию. То есть обеспечиваем питьевой водой. Как показывает практика, жару внимание водителей более рассеяно. Как следствие, реакция на происходящее затормаживается. Человек за рулем начинает уставать и засыпать. И в этом самая большая проблема. Как итог, в Брестской области зарегистрировано уже 6 дорожно-транспортных происшествий по причине переутомления и сна за рулем, в которых 5 человек погибли и 3 ранены. Такие погодные условия влияют на всех участников дорожного движения, будь то водитель, пешеход, велосипедист. Но основной акцент мы сегодня делаем на водителей. Почему? Потому что водитель, он управляет источником повышенной опасности. И от его состояния за рулем зависит не только его жизнь, но и жизнь пассажиров, которые находятся в автомобиле, жизнь пешеходов, велосипедистов. То есть абсолютно всех участников дорожного движения. Но не только водители стали участниками акции. В эти дни представители Красного Креста побывали на крупных строительных объектах, оказали помощь людям в центральной части города. Продолжаться кампания будет до тех пор, пока температурные показатели не опустятся ниже отметки плюс 28.